Почему люди живут так по-разному? Почему люди изначально рождаются в разных условиях? Ну, то есть понятно, что когда тебе 40 лет, можно сказать, ну вот там, ла-ла-ла. Но почему люди изначально рождаются очень разными? Интересно, что этот вопрос интересовал людей всегда. И 2500 лет назад один юноша спросил у Будды целый перечень вопросов. И я уверен, эти вопросы, они интересны многим из нас. Это как раз были вопросы в духе, почему одни богатые, другие бедные, почему одни красивые, другие уродливые и так далее. Почему у одних много друзей, они влиятельны, у других нет. На что Будда ответил, что у каждого живого существа есть своя карма. И понимание вот этих вот принципов, оно полностью перепрошивает мышление, оно полностью меняет вообще отношение к жизни. Это о чем? Это о том, что этот мир полностью справедлив. И каждый человек сейчас пожинает плоды своих прошлых действий. Просто он помнит только то, что он совершил в этой жизни. Он совершенно не помнит, что было совершено до этого. И даже в этой жизни мы многого не помним. А оказывается, абсолютно каждое действие имеет последствия. И эти действия, они на разных уровнях. Есть действия на уровне физических поступков. Ты кого-то ударил, ты украл, ты подарил все ты. Есть действия на уровне мысли, ты просто про это подумал. Есть действия на уровне слова, ты сказал. Ты можешь сказать обидеть грубо. Ты можешь словами вдохновить. И эти действия мы совершаем абсолютно каждую секунду, каждое мгновение мы совершаем действия. И эти действия имеют свои последствия. У разных действий разные последствия. И вот если представить, знаешь, когда убирают в рожай комбайн, вот идет комбайн и перелопачивают, вот он убирает этот в рожай. А есть еще трактор с сеялкой. Вот он едет и сеет семена. Обычно в фермерстве это в разные моменты происходит. Но если их объединить, то у нас получится человек, который одновременно собирает урожай старых своих кармических действий, одновременно с этим прямо сейчас сеет новые семена. Часто так бывает, что семена он сеет хорошие, а урожай он собирает плохое. Ну, потому что такие семена он посадил раньше. И вот это для многих такое удивление. Как же так? Я же сегодня был таким хорошим человеком. Почему со мной такая жопа происходит? Потому что здесь есть инерция. То есть этим семенам теперь еще надо взойти. Для того, чтобы они взошли, для них надо создать подходящие условия. И это на самом деле целая наука. То есть мало сеять хорошие семена, мало не сеять плохие семена. Надо еще заботиться о том, чтобы создавать хорошие условия для всхода хороших семян и не создавать условия для всхода плохих семян. И есть определенные фильтры, которые помогают. Вот, например, трезвый образ жизни. Автоматически блокируют всходы очень плохих семян. Семена измены. Семена драки. Семена какой-то там блатной разборки. Семена каких-то нехороших мыслей. Человек не пьет. Все. Эти семена в нем есть. В каждом из нас есть самые разные семена. Но просто нет условий для того, чтобы они взошли. И то же самое. Режим дня, практики, общение с вдохновляющим окружением. Это все условия, которые способствуют всходу самых хороших семян, которые есть в человеке. И по большому счету ты понимаешь, что все в твоей жизни определяется как раз теми семенами, которые ты сеешь, и теми условиями, которыми ты создаешь. И это для тех, кто понимает этот принцип, открывает возможность в буквальном смысле перестраивать свою жизнь. Разумеется, есть какие-то общие тренды. Ну, то есть есть какая-то вот колея, то, что называют судьба человека. Но внутри этой колеи, своими осознанными выборами и поступками, человек может очень так вот как бы лавировать. Да, вот когда ты приходишь к астрологу и тебе говорят, ну вот там на момент твоего рождения планеты стояли так-то, так-то. По большому счету это срез твоих вот кармических счетов на момент рождения. Но с момента рождения начинается твой свободный выбор. И если ты живешь осознанно, то ты можешь картину поменять в свою пользу, разумеется. Наблюдаешь ли ты в своей жизни, что ты все равно пожинаешь какие-то плоды прошлых, каких-то карм, из которых ты уже очень, может быть, хочешь выйти, но еще не получается? Или ты уже с этим справился? Вот найти предназначение, по большому счету, это же означает очень сильно улучшить свою судьбу. Вот представить двух человек. Вот они сейчас в равных условиях, оба, допустим, занимаются не совсем своим делом, оба страдают. Вот один нашел предназначение, другой нет. Для одного страданий стало меньше. Найти предназначение, это не означает, что тебе все в жизни стало классно. Просто, ну, страданий стало меньше. И это, по большому счету, означает, что ты, вот этот человек, он значительно улучшил свою судьбу. Если ты глубоко понимаешь закон кармы, то ты понимаешь, что просто так это не бывает. То есть для того, чтобы найти предназначение, это надо заслужить. И тем, кто сейчас вот в начале своего пути, думает, а с чего конкретно начать? Допустим, сейчас вообще все как в тумане, непонятно. А я бы предложил работать на уровне причин. И заниматься таким делом, как очищение своего сознания. И вот это вот очищение своего сознания, это как раз про улучшение своей кармы в целом. Что будет приводить к улучшению во всех сферах жизни. И в сфере деловой реализации тоже. И в сфере отношений, и в сфере здоровья. И очищение своего сознания, это, по большому счету, селекция семян. Для этого в практике есть медитация, пранаяма, цигун, йога, в целом осознавание жизни. Это позволяет убрать какие-то грубые кармические тренды, которые тебя сейчас держат очень сильно. По большому счету, сейчас, когда я анализирую, какого хрена 7 лет я проработал юристом, занимаясь тем, что довольно быстро я понял, не мое. Я говорю, почему так долго? Я понимаю, а меня же там держали мои желания. Ну какие желания? Желание жить комфортно, на определенном уровне материального статуса. И именно эти желания заставляли меня искать, в первую очередь, а затем работать в том месте, где мне платили много, чтобы я мог эти желания реализовывать. То есть понимаешь, как бы, не то чтобы меня там держали, типа давай там, оставайся, оставайся. Это я держался. А когда я говорю, я держался, держались мои желания. Как только потихонечку эти желания начали ослабевать, вдруг выяснилось, что мне не обязательно вот эта работа, и мне не обязательно жить вот в этом городе. как понять, вот как карма проявляется в жизни человека, как вот ее прям пощупать, да, для тех, кто сейчас очень скептически настроен. Вот обратите внимание, мы просыпаемся по утрам, и мы просыпаемся уже с какими-то определенными мыслями, желаниями, намерениями, настроением, эмоциональным состоянием. Вот все вот это, это и есть карма. У разных людей с утра разные мысли, разные намерения, разное эмоциональное состояние. Да, но если ты проснулся с мыслью, там, опять эта работа, там, задолбало. Окей, как бы ты едешь на работу, тебя задолбало, ты устал, в следующий день то же самое. Если ты хочешь что-то поменять, тебе надо внутреннюю начинку поменять. А поменять ее, оказывается, не так уж просто, но возможно. Но для этого нужна практика. И вот хорошая практика очищения своего сознания через медитацию, через продышки меняет вот эту внутреннюю начинку. У тебя другие мысли, у тебя другие состояния. Возможно, ты в этот конкретный день также поедешь на работу, но по дороге к тебе могут приходить какие-то интересные свежие мысли, свежие идеи, которые раньше в твою голову не приходили. Занимаясь утром практикой, ты меняешь свою судьбу на этот конкретный день. Если ты занимаешься каждое утро, это звучит воскопарно, но так и есть. Если ты меняешь свои мысли, свои намерения, свои желания, ты меняешь свою судьбу. И вот это я бы предложил делать тем, кто сейчас не знает, чем ему заняться, как вообще, куда идти. Все становится непонятно. Я бы начал с этого. Я сейчас вижу, что мне самому помогло йога. То, что когда я работал юристом, я параллельно все эти семь лет эпизодически, но все равно продолжал заниматься йогой. И какие-то семена мудрости, которые я где-то славливал на занятиях, в книгах, они мне как-то на подкорку оседали, оседали, оседали. А потом это все так очень красиво раскрылось.